Часовня Ечина Под огонь попал и автобус с рабочими хлопкопредельной фабрики. На месте погибли 6 человек. Позже от полученных ранений скончался капитан милиции Григорий Ечин. Его именем назвали улицу. Здесь и стоит часовня с мемориальной плитой. Это те люди, которые первые приняли удар на себя. И можно сказать, что именно с этого момента Бендерский отдел внутренних дел сформировался как полноценная боевая единица, призванная защищать город и жителей от агрессии Республики Молдова. Сегодня здесь матери, жены и внуки вспоминают всех защитников. Моего деда зовут Сергей Барбл. Он защитник Принцовской Молдовой Республики в 92-м году. Он рассказывал, насколько страшные были события. Это нельзя забывать, потому что этот ужас, который был пережен, не повторился. У меня погиб муж в 92-м, Мальчуков Вячеслав Федорович. 1 апреля он был на Кошнице. В принципе, он с казаками был. И в конце июля, 27 июля, при обходе территории, там Персиковой сады, они обходили, смотрели, осматривались. И его выкрали, вывезли в Кишинево. В Кишинево его убили. Я думаю, что смириться с этой смертью невозможно. А это памятный знак казакам, тем, кто погиб, защищая горы с полком и узел связи. Цветы сегодня легли и сюда. Борисовское кладбище. На черном граните разные годы рождения. И почти на всех. Общий год смерти – 1992. А в этой братской могиле общий даже день гибели. 22 июня 92-го. Это экипаж БМП. Того самого, что стоит на мемориале памяти и скорби. Здесь похоронен мой отец, Гладков Юрий Петрович. Он был в экипаже. Все ребята ополченцы. Все отстаивали свой город. Пошли по зову души. БМП подожгли. Оглушили механика водителя. И они врезались в забор. Они и так были оглушены. То есть никакого сопротивления они не оказывали уже. Не могли просто физически оказать. Но тем не менее, работники полиции приняли решение дожечь эту машину. И то есть лупили в нее, пока она не загорелась и не сгорела. Сгорели заживо. Мой сыночек Саша Дузь. Он ушел 19-го. Объявляли же по радиоточке, что началась эта вот война. И он сразу ушел. Мы начали его искать с мужем. Везде. И в этом фрежераторе, где были убитые, лежали. Муж заходил. Меня туда не пускали, конечно. Искали, искали. Мы с женщинами еле-еле нашли, что он сгорел в этом. Мы нашли косточки. Мясо сжженное возле полиции. В один гроб положили и похоронили. Чтоб никогда этого не было. Чтоб дети наши, внуки наши, чтоб не видели этого несчастья. Сегодня здесь сотни людей. Родственники, друзья и президент Красносельский. Что касаемо будущего Приднестровья, у нас одно будущее. Это независимая, признанная Приднестровская Молдавская Республика. Иначе нельзя. Иначе не имеем права. И эти погребенные защитники Приднестровья не позволят никому свернуть с этого пути. Светлая память погибшим. Аллея героев на Борисовском кладбище. Самое большое захоронение защитников. 105 могил. Есть братские. Многим было всего 18-20 лет. Здесь одноклассники. Верхоедский Артур, который служил в вооруженных силах и погиб при обстреле в села Парканы. Парень, которому было 18 лет, который мог бы жить, который мог бы воспитывать детей и много полезных сделать для Приднестровья. Это день памятный для каждого бендеричанина. У каждого есть какая-то трагедия, поломанная судьба. Сегодня к могилам погибших героев целый день несли цветы. Субтитры создавал DimaTorzok